привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня и я покажу вам рецепт классные маски для омоложения кожи лица в домашних условиях питает и очень хорошо разглаживает морщины так что видео будет полезным информативным поэтому устраивайтесь поудобнее всем приятного просмотра и давайте приступим для приготовления этой маски нам понадобится 1 столовая ложка жирной сметаны можно жирную сметану заменить на либо густые сливки либо на натуральный йогурт следующий ингредиент для приготовления этой маски это сок лимона после добавления сока лимона нужно добавить одну столовую ложку рисовой муки рисовую муку добавляем без горки одну столовую ложку и затем очень хорошо все взбиваем маску эту нужно делать курсом курс продолжается 3-4 дня наносить эту маску нужно на очищенную кожу лица наносить лучше всего после ванной после глубокого распаривания и очищения кожи наносить по кожным массажным линиям лучше всего эту маску наносить в два слоя после нанесения первого слоя дать на взаимодействие с эпидермисом кожи и этой маски примерно одну минуту затем нанести второй слой маску также можно наносить на шею и на зону декольте маска также эффективно выравнивает цвет кожи рук если у вас есть легкая пигментация в зоне декольте эта маска также очень эффективно работает держать эту маску не менее 25 минут после истечения этого времени для того чтобы эффект этой маски был усилен перед смыванием смочите эту маску с теплой водой затем дайте одну минуту на растворение этой маски и смывайте обычным способом сначала теплой водой затем ополосните кожу лица прохладной водой кожу лица после применения этой маски лучше всего протонизировать кубиком льда с крепко заваренным отваром лекарственных трав либо зеленым чаем и нанести легкий увлажняющий или питательный крем и давайте приступим для приготовления этой уникальной маски которую я уверена вы еще не делали и ни у кого я еще не видела этого рецепта нам понадобятся дрожжи дрожжи можно использовать как сухие можно использовать дрожжи быстрые для этой маски подойдут и дрожжи из брикета единственный нюанс если вы используете брикетные дрожжи то заранее разморозьте их и дайте им немного настояться добавляю сразу одну столовую ложку обычной кипяченой теплой воды и даю одну минуту на полное растворение дрожжей следующий ингредиент для приготовления этой маски я использую косметическое масло косметическое масло можно взять абсолютно любое лучше всего конечно же чтобы это масло подходило для вашего типа кожи одну столовую ложку косметического масла если сейчас у вас нет под рукой косметического масла то можно заменить обычным оливковым маслом или обычным подсолнечным маслом от этого результат не получится хуже просто получится немножко другая маска добавляю одну столовую ложку косметического масла нужно добавить соль лучше всего конечно добавлять в домашние маски морскую соль если у вас есть морская соль то это просто идеальный вариант то нужно использовать его если у вас нет под рукой морской соли можно использовать и обычную поваренную соль одну столовую ложку морской соли главное условие использования морской соли либо обычной поваренной соли это и и консистенция то есть она должна быть очень мелкой если у вас морская соль с крупными гранул гранулами крупными кристаллами то конечно лучше всего ее перемолоть в кофемолке для того чтобы острые кристаллики соли не травмировали кожу и не наносили кожей вред именно эти мелкие кристаллики соли нужно все очень хорошо перемешать наносить эту маску лучше всего два-три раза в неделю если ваша кожа потеряла эластичность в качестве профилактики эту маску можно использовать 1-2 раза в неделю держать эту маску нужно 15 минут после истечения этого времени маску нужно сначала промокнуть теплой водой и дать одну минуту на легкое растворение чтобы не растягивать кожу в момент смывания этой маски затем ополоснуть кожу лица сначала теплой водой момент смывания делайте легкий массаж кожи лица по кожным массажным линиям легкими круговыми движениями как бы втирая в эпидермис тот растворенный состав маски который нам нужно смыть в дальнейшем после того как маску смыли лучше всего нанести легкий увлажняющий или питательный крем для приготовления этой маски нам понадобится обычная пищевая сода и нам понадобится всего лишь одна столовая ложка пищевой соды в различные маски если вы добавляете соду она не будет оказывать высушивающий эффект наоборот кожа станет более мягкой более плотной и те смягчая смягчающие свойства соды они конечно же хорошо известны следующий ингредиент для приготовления этой маски я использую мед любой мед подойдет для ухода за кожей лица в домашних условиях после добавления 1 столовой ложки меда нужно все тщательно перемешать следующий ингредиент для приготовления этой маски я добавляю глицерин глицерина нужно добавить 10 капель и добавляет 10 капель глицерина после того как добавили глицерин нужно очень хорошо вмешать его в тот состав который уже приготовили следующий очень важный ингредиент для приготовления это из супер омолаживающей маски я добавляю сок капусты нужно взять лист капусты и натереть на очень мелкой терке до получения вот такой кашицеобразной массы если у вас есть сок алоэ либо сок алоэ вера если у вас есть гель алоэ вера его можно заменить также вместо капустного сока также для этой маски идеально подойдет и сок огурца после добавления этого компонента очень все хорошо перемешать маска получается очень легкая воздушная одновременно с очищающим эффектом она дает очень хорошее и питание кожи одновременно хорошо увлажняет кожу маску эту можно хранить в холодильнике в закрытом виде до пяти дней маску эту наносить нужно один-два раза в неделю маску эту нужно держать не больше 20 минут обязательно соблюдайте не только порядок применения порядок приготовления но и порядок использования масок не передерживайте маски больше того времени которое требуется на ее воздействие на эпидермис кожи обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями мамами подругами для того чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложение кожи лица в домашних условиях и я надеюсь что вы как всегда с пользой удовольствием провели вместе со мной время всем всего хорошего а с вами была оксана всем пока пока